Медико-социальное освидетельствование Сегодня в нашей студии руководитель, главный эксперт Главного бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Дмитрий Драч. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22 Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте. Давайте начнем со статистики, чтобы представлять масштаб вашей работы. Сколько инвалидов в нашей области? В нашей Самарской области, в общем-то, сохраняется одинаковое количество инвалидов из года в год, это где-то коррелирует в рамках между 9 и 10% населения. Сюда входят инвалиды, как взрослые, первая, вторая и третья группы, детки в категории ребенок-инвалид, процент утраты профессиональной трудоспособности и так далее в общей своей массе. Да. И что является предпосылками для того, чтобы начать оформлять инвалидность? Потому что ситуация у всех разная. Кто-то лечится, кто-то дома долго лежит, болеет и не знает, что дальше делать. Для того, чтобы начать оформлять инвалидность, в первую очередь нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. То есть поликлиника, в которой вы стоите на учете, где прикреплен у вас полис медицинского страхования, оформляется форма 088У, где доктора строго прописывают диагнозы, результаты лабораторно-диагностических исследований и так далее. Либо инвалид может обратиться в орган социальной защиты и получить направление там, либо инвалид может обратиться в пенсионный фонд и получить направление в пенсионном фонде региональном. Без направления, самостоятельно, вот я лежу, болею, болею долго и приду к вам, скажу, я инвалид, это невозможно. Нет, по регламенту так нельзя. Нужно обязательно с направлением. Если, например, медицинское учреждение, медицинская организация, работающая с выдачей формы 088У, не выдает этой формы, то есть нет у человека показаний на оформление инвалидности, то, согласно регламенту 59Н, человек может взять справку об отказе выдачи этой формы и прийти к нам самостоятельно с этой справкой. А вот альтернатива есть. Альтернатива есть, но только такая. Сейчас мы говорим о том, о возможности человека прийти к вам, будь то взрослый, ребенок и так далее. Если человек не может физически прийти, потому что мы говорим все-таки об инвалидности, что в таком случае происходит, как ему действовать? В таком случае человеку все равно надо связываться со своим участковым врачом, врачом общей практики, и решать этот вопрос. Но если инвалид не ходит, мы выезжаем на дом. Мы выезжаем к инвалидам на дом, освидетельствуем на дому лежачих инвалидов, которые не могут передвигаться. Мы также выезжаем в стационар на освидетельствование инвалидов, которые лежат и тоже не могут передвигаться. И также в больнице системы ГУФСИНА. Понятно. Но осуществует какая-то очередность? Вот человек звонит, я не передвигаюсь, не могу ходить, но хочу оформить. Сколько ему на практике придется ждать? Или он может услышать отказ, что у нас сейчас нет специалистов, нет машин, еще чего-то, мы загружены? Нет, отказ он не может услышать. У нас есть четкий регламент, и в течение 30 дней мы должны произвести свидетельствование, если есть направление. 30 дней с момента поступления вот такого заявления? А это заявление фиксируется, если по телефону? Это заявление его нужно все же доставить. Либо доставить, либо есть вариант зарегистрироваться на сайте, зайти на сайте госуслуги электронно. Это тоже такой вариант есть. И 30 дней нужно ждать, и услуга будет получена. К нам уже поступил первый телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Александр Валентинович. Я, значит, инвалид. У меня нет ноги. Я в мае месяце, значит, ходил на демократическую. Мне сказали, что пока нет денег, и тогда, когда появится, мы вам перезвоним. Вот. И еще у меня, значит, вопрос. Мне почему-то не дают обувь. Сказали, что если одной ноги нет у вас, то обувь не положена. Спасибо за ваш вопрос, пожалуйста. Александр Валентинович, я ваш вопрос понял. Я хочу сказать здесь вопрос в обеспечении техническими средствами реабилитации. Я так понял, гражданин сказал про демократическую. Это наше протезно-ортопедическое предприятие, скорее всего. Но вот на выдачу технических средств реабилитации существует очередь. Это связано с действием 44-го федерального закона, нашей контрактной системы. Здесь нужно произвести торги, закупить технические средства реабилитации. Иногда это индивидуально нужно делать. Поэтому ждать приходится. Но я думаю, Александр Валентинович, чтобы индивидуально решить ваш вопрос, вы, пожалуйста, позвоните завтра в приемную руководителя, главного эксперта. Я постараюсь посмотреть ваши документы, индивидуальную программу реабилитации. И мы подумаем, как решить эту проблему. Обувь относится к техническим средствам? Обувь – это техническое средство реабилитации, конечно. Я подумала, что обувь – это нечто другое. Это все ТСР. Это то, что участвует в реабилитации инвалида. Все технические средства реабилитации. Вот происходит освидетельствование медико-социальное, получает человек инвалидность. Что дальше? Вот вы уже сказали про программу реабилитации. Кто ее составляет? На какой срок? Какой она может быть? Потому что это же действительно очень индивидуально, и должны быть специалисты. Индивидуальная программа реабилитации и реабилитация, она заполняется и оформляется согласно приказу 528 Н Минтруда России. Значит, в этой программе расписываются все реабилитационные мероприятия, включая технические средства реабилитации, определяются, для реабилитации инвалида. Она составляется нашими сотрудниками после освидетельствования, осмотра, определения инвалидности, она составляется всем, кто у нас освидетельствуется. И она может действовать в различные сроки. Это может быть составлено на год, на два, на три. Может она составлена быть бессрочной. Но иногда задают вопрос, почему она составляется на год или на два, если, например, нет ноги, ампутация. Да, это какая-то анекдотическая ситуация. Не сможет вырасти. Если человек каждый год приходит и говорит, доказывает. Для того, чтобы нам видеть больного в динамике. Пользуется ли он культей, протезом, извините, есть ли у него патологическая культя. Нужно что-то изменить, внести изменения в технические средства реабилитации, в мероприятия. Да, да, потому что очень много вот таких вот разговоров. Разговоры говорят, вот у него нет руки или ноги, ему приходится каждый раз доказывать. Но она же у него не вырастет. Это не от того, что мы вредные. Нет. Понятно. Еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Елена Леонидовна. Знаете, у меня вот такой вопрос. У меня муж инвалид первой группы, ну, был ишемический инсульт. Значит, вот мы пошли на инвалидность 1 апреля, а теперь нам нужно ехать 16 февраля, через 2 года. То есть вот полтора месяца, вот как-то, получается, мы теряем. Нам пенсионный фонд же это не оплатит. Ирина Леонидовна, я ваш вопрос понял. Я хочу сказать, что мне, конечно, надо видеть документы человека для того, чтобы это увидеть. Но опять я хотел бы сказать, что завтра... А телефон можете назвать? На память не помните? Телефон я сейчас на память не смогу назвать. На сайте все есть. У нас сайт mce.ru. На сайте есть все телефоны. И я думаю, что завтра вы можете позвонить в приемную главного эксперта. Мы подумаем, как этот вопрос решить. Но при освидетельствовании 16 февраля, как вы говорите, теряете вы 2 месяца. В любом случае, при установлении инвалидности, у вас первая группа, я думаю, это будет, ваши сроки будут зачтены. То есть переживать здесь не надо. На какие средства технической реабилитации может рассчитывать инвалид? Ведь инвалидность, она разная. Это может быть и физическая, и ментальная, и так далее. Вот что есть в вашем арсенале, что вы можете предоставить? И при каких условиях? Как это все предоставить? Мы можем не предоставить технические средства реабилитации. И можете не предоставить? Мы можем их только прописать. Предоставляют их учреждения социальной защиты в нашем регионе. Да, вот в этом тоже нужно разбираться, чтобы вот к вам не обращались именно с вами. В нашем регионе Министерство социально-демографической и семейной политики реализует вопросы по снабжению граждан, обеспечению техническими средствами реабилитации. А вы прописываете? Мы их прописываем, и, соответственно, эта индивидуальная программа реабилитации, выписка из нее в плане социальной защиты, выполняется учреждениями социальной защиты в нашей регионе. Потому что вот очень много вопросов, где взять костыли, потому что они же подходят не на один раз только, их можно много раз использовать, где взять костыли, где-то там коляску и так далее. Здесь, во-первых, нужно звонить нам, мы всегда ответим на любой вопрос, потому что чем уникальна наша служба? Что инвалид впервые приходит к нам, и статус инвалида он получает у нас. То есть дорога его, как инвалида, гражданина, нуждающегося в социальной защите и в мерах соцзащиты, начинается с нас. Поэтому звонить нам мы, естественно, все объясним, но и обращаться по выдаче технических средств реабилитации, это в Центры социальной защиты населения, ЦСО, Центра социального обеспечения, районов, где проживает гражданин. Кстати, у вас, по-моему, надвигаются такие перемены или переезд или что-то, да? Было много нареканий, и подняться к вам не могли, и трудно добраться, а сейчас что меняется? Совершенно верно. Я хочу сказать, что у нас большие изменения в нашей службе. Служба меняется к лучшему. В общем-то, хочется сказать огромное спасибо и Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, и лично министру Топилину Максиму Анатольевичу за то, что такие перемены сейчас в Самарской области происходят, правительству Самарской области, губернатору Меркушкину Николаю Ивановичу. И где будет располагаться, да, потому что у нас звонок. Да, мы будем располагаться. С 1 сентября у нас заработает единый центр, где будут собраны все бюро и экспертные составы города Самары, кроме туберкулезного профиля, это Молдогвардейская, 33, Венск, 65. Двойной адрес такой? Да. Потому что пересечение, да? Пересечение. Понятно. Кроме туберкулезного, это оправдано? Это оправдано. Здесь он располагается на базе противотуберкулезного диспансера города Самары. Пожалуйста, говорите. Я обращаюсь к нашему телезрителю, который дозвонился. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Павловна. У меня муж инвалид первой группы. Я не знаю, это в вашей компетенции или нет, по выплатам, по уходу за инвалидом и лицам, достигших 80 лет, которые получают 1200. Да. Если это вы выплачиваете тоже, да? Вот у меня какое предложение. Чтобы облегчить вот эту всю процедуру оформления на выплату вот этих вот денег. Вот сейчас, в данный момент, у меня внучка, 14 лет, получил паспорт. Мы оформляем вот эту вот выплату. Вы знаете, отхождение по мукам. Это нужно обойти столько специалистов, это столько посредников. Вот эта девочка, она эти деньги не получает. Получает лично вот инвалид или человек, кому 80 лет. Ну как-то это надо было бы сделать, ведь все данные есть во всех компьютерах. И мы по 5-6 раз сделаем ксерокопии всех документов. Спасибо за ваше предложение. Вы услышали. Предложение важное, предложение интересное. Валентина Павловна, в общем-то, затронула важную цель. Ведь наша основная задача сделать так, чтобы инвалид и человек не посещал тысячу инстанций, и не затрачивал на это большое количество времени. К этому и связан наш переезд. У нас теперь в едином центре инвалид будет получать все услуги. Там у нас располагаться будет и протезно-ортопедическое предприятие, где могут, филиал его, где могут сразу подбирать протезы. И консультационный кабинет пенсионного фонда, и фонда социального страхования. Человеку не надо будет больше никуда ездить. Он будет все оформлять в едином центре. А вот по вопросу Валентины Павловны, я хочу сказать, это, конечно, занимаемся не мы. Этим занимаются социальные службы. И я думаю, что надо все же обратиться в Центр социального обслуживания по месту жительства. Но если Валентина Павловна завтра позвонит опять-таки в приемную главного эксперта, Драча Дмитрия Александровича, я думаю, что мы сможем вместе с социальными службами как-то дать квалифицированный ответ на этот вопрос. Конечно. Конечно, люди мучаются. Тем более люди с инвалидностью. Вот помогает внучка. Хорошо, что есть внучка, и она помогает. Но надо входить в положение. У вас очень такая, конечно, служба, которая защищает права. И это нужно... Ну, необходимо делать. Очень хорошо, что вы сегодня в эфире. И надеюсь, что будет эффект от всех предложений. Мы слушаем следующий звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и сдавайте ваш вопрос. Говорите, пожалуйста. Аллах! Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, Андрей Иван Михайлович, я бы хотел бы спросить, я его электрической группой, сердечной. Через какую-то минуту времени у меня положила санаторная путевка? Вы знаете, опять-таки мне надо смотреть документы, и есть ли там показания для санаторно-курортного лечения. Но сейчас у нас санаторно-курортным лечением занимается, как всегда, Министерство здравоохранения, и все медицинские организации подведомственные ему. Поэтому опять я призываю завтра сделать мне звонок. Я индивидуально постараюсь этот вопрос решить. А вообще вот на практике, как часто, может, вот с сердечным заболеванием, да, вот я как услышала, что вот как часто, ну период какой, на что рассчитывать, раз там год, два, три, четыре. Да, вы знаете, я хочу сказать, что на практике инвалидность не сильно влияет на получение путевок на санаторно-курортное лечение. Есть определенные показания, и человек получает эти путевки обязательно. Если у человека был инфаркт миокарда, он направляется на санаторно-курортную реабилитацию, да, то сейчас обязательно уже с медицинского учреждения. Независимо, является он инвалидом или нет. А с какой периодичностью проводится вот эта медико-социальная экспертиза, которая подтверждает инвалидность, или там переводит одну в группу, другую, улучшается ситуация или ухудшается, вот как часто. Это зависит от заболевания? Это зависит от заболевания. Или есть сроки вот раз в год? От выраженности патологии. Есть определенные перечения заболеваний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно. Это все регламентируется нашим законодательством. И когда мы освидетельствуем на год, на два, на три, на четыре, и потом определяем бессрочно, если есть соответствующие показания, это регламентируется приказами и нормативно-правовыми акциями. Понятно. Вот человек к вам пришел, получил вот этот срок, там, три года. Через три года он находился либо на даче, вот в этот день, или приблизительно, либо еще уехал к родственникам в другой регион. Ну, всякое бывает. Что будет, если он не пришел в этот срок, назначенный на подтверждение свидетельствования? Если в этот срок он не пришел без уважительной причины, если он предоставляет соответствующий документ уважительной причины... А, подтверждение, что где-то он был в другом месте. Он был в другом месте, он заболел... Плохо себя чувствовал. Плохо чувствовал. Были какие-то... был в санатории, получил санаторий, курортное лечение. То все это зачитывается, и мы потом освидетельствуем. Если уважительной причины нет, этот срок пропадает. Вот, это тоже нужно знать, чтобы не пропускать, на самом деле. У нас есть еще один звонок. Разговариваем с нашим следующим телезрителем. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Валерий. Мы буквально недавно отформили инвалидность сыну. И у меня вопрос по поводу дюро номер 7 промышленного района. Вот сейчас у меня постоянный вопрос. Говорит, мама, если на следующий год я пойду на эту комиссию, мне не приходит инвалидность. Я ему задаю, почему? Он говорит, ну вы не помните, что сказал предатель Наталья Владимировна Стасовеева, о том, что вы придете, будет опять к нам свидетельствоваться. А вопрос в том, что, я еще, Дмитрий Александрович, вам пояснил немножко. Мы неоднократно туда приходили, в связи с тем, что нам сначала написали неправильную формулировку, сославшись на то, что мы не своевременно предоставили документ. Затем, значит, перед этим нам сняли инвалидность моему сыну. Тоже сославшись на то, что якобы мамочка там посодействовала, хотя он самостоятельно присутствовал там один на комиссию. А в этот раз мы уходили, так нам вообще сказали, мы напишем жалобу и набираем документы, чтобы вам страховой выгод у него плачивали. И вот постоянно, теперь у меня сын говорит, я не пойду ни к одному врачу, я не хочу уходить на эту комиссию, и тем более вот поэтому, извините меня председателя. Когда мы приезжали в документы, огромное вам спасибо за то, что у вас реально консистентный главный специалист, поскольку было сработано настолько оперативно, и направлены были документы по скану, по запросу из Москвы. Вот за это огромное человеческое спасибо. Иван, спасибо за ваши вопросы, замечания. Вот здесь два, да, и хорошее, и плохое. Да, спасибо большое за благодарность, все же мы стараемся, и какие-то, если у нас есть изъяны в нашей деятельности, мы стараемся это исправлять. А вот и нет, сейчас во многих государственных службах есть видеозапись или звуковая, вот когда фиксируется разговор со специалистом, у вас пока нет этого в бюро? Я хотел сказать, что опять-таки в связи с переездом в единый центр, у нас есть две новых вещи, которые очень важны. Во-первых, будет фиксироваться и видеозапись, и аудиозапись с пациентом. Вот, тогда уже не сможет специалист грубо ответить, да? Тогда здесь ни специалист не сможет грубо ответить. Нормы этики и донтологии очень для нас важны. У нас есть кодекс, соответствующий в учреждении нормы этики и донтологии, подписанные министром Топилиным. У нас проводятся постоянные семинары по этому вопросу, действует комиссия по этике и донтологии. Врачи, нарушившие эти требования, они проходят через эту комиссию и так далее. Но вопрос я понял, и опять-таки с переездом в единый центр бывает такое, что у нас граждане не находят общий язык с некоторыми руководителями подразделения, бюро медико-социальной экспертизы, экспертных составов. Ну, есть какие-то, может быть, личные отношения. Ну, это еще психологический аспект, потому что человек с инвалидностью, с ребенком инвалидом, с родителями инвалидностью. У нас теперь будет единая регистратура. Вот сейчас кто звонил, сказал, что БМС номер 7 промышленного района. Такого теперь не будет. Но специалист с этого БМС переедет в единый ваш тенни. Она уже переехала. Уже переехала. К ней можно как-то с ней поговорить? Я могу поговорить, но я могу... Мы теперь в единой регистратуре, у нас все направления на МСЭИ, все направления стекают теперь в единое окно оказания государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы. И если человек к нам приходит и говорит, вот не хочу идти в это бюро, мы его направляем в другое, без вопросов. Это тоже огромный плюс единого здания, где находятся все наши подразделения. Поэтому я могу уверить ее, что в следующий раз она будет обсвидетельствовать в другом бюро медико-социальной экспертизы. Поэтому пусть ребенок ее не боится, не переживает, все будет нормально. Ой, хорошо. Очень решился вопрос, чтобы это все так и было. И хотелось бы еще услышать о новшествах в законодательстве, которые касаются свидетельства инвалидов. Что-то появляется новое? Да. Потому что меняется, жизнь идет вперед. Появляется новое. У нас вышел новый приказ в феврале месяца этого года. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации номер 1024Н о классификациях и критериях, применяемых при медико-социальной экспертизе. То есть там прописаны все заболевания, при которых определяется инвалидность в процентном отношении. То есть здесь большой плюс какой? Во-первых, нивелируется субъективизм эксперта. Когда есть процентная шкала грудуировка, значит более есть объективные данные, меньше субъективизма. Во-вторых, в этом приказе очень сильно расширен перечень заболеваний, касающихся генетических патологий, орфанных заболеваний, наследственных заболеваний пищевода, пищеварительного тракта и так далее. Также у нас вышел новый приказ по реализации и оформлению индивидуальной программы реабилитации. Она раньше называлась ИПР, индивидуальная программа реабилитации. А теперь ИПРА, индивидуальная программа реабилитации, абилитации. Реабилитация – это восстановление функций, которые были. А абилитация – это привитие функций, которых никогда не было. И даже такое теперь есть. Например, родился ребеночек без ножек, но никогда не умел ходить. Это нужно делать. Это уже абилитация. Это в основном относится к детишкам. Можно я вас прерву ненадолго? И еще вот, не забудьте еще о чем-то новом рассказать, пока послушаем телезрителя. Представьтесь, пожалуйста, добрый вечер и задавайте ваши вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Игорь Николаевич. Буквально вот недавно, в апреле месяце, мне пришлось пройти все круги ада для того, чтобы родственницей пересвидетельствовать. Группа инвалидности у нее уже была. Естественно, динамика отрицательная. И нужно было пересвидетельствовать. Я нигде не могла добиться, чтобы к ней на дом выехала комиссия. Мы не отвечали, что у нас нет специалистов и нет транспорта. Как поступать в таких случаях? Спасибо. Вот действительно. Любовь Николаевна, вопрос важный. Могу сказать честно и откровенно, что у нас так ответить не могли точно. Что нет транспорта и мы не можем выехать. Если есть показания и человек является, не передвигается, он прикован к кровати, у него резкие ограничения жизнедеятельности, он не может ходить и полностью нуждается в посторонней защите, мы выезжаем на освидетельствование всегда. Понятно. Поэтому для меня это нонсенс. Поэтому если такой случай реально был, я опять-таки прошу Любовь Николаевну созвониться со мной. И нужно в этом разобраться. Это основная база, да, вот со стороны Любовь Николаевна, чтобы или записать этот, позвонить еще раз, записать этот звонок, предоставить вам на чем-то, или как-то свидетелей привезти, потому что так же просто можно сказать... Мы выезжаем всегда. Это регламент. Мы не имеем права его нарушать. Понятно. Это противоправные действия. А как переоформляется группа инвалидности? Вот связано с предыдущим вопросом. Переоформить. Вот есть такая, там третья. Переоформить группу инвалидности. Когда она становится второй или первой. Это новая государственная услуга по проведению медико-социальной экспертизы. Поэтому это нужно брать, новые направления на медико-социальную экспертизу. Полностью ее оформлять, проходить специалистов, проходить тот минимум клиникодиагностических исследований, которые необходимы, и приходить к нам на оказание государственной услуги. Когда человек получает инвалидность, он приобретает право на пособие. Что нужно сделать, чтобы доказывать это право, что необходимо, через какой промежуток оно доказывается, получение этого пособия. Потому что это тоже важно. Люди с инвалидностью на него ориентируются, и жить, в принципе, без этого, наверное, и не могут. Я хочу сказать, что у нас было несколько моделей за всю историю инвалидности. Вот раньше, если вы помните, были ВТЭКи. Трудовые экспертные комиссии. Вот во времена ВТЭКов, вначале была до ВТЭКов еще медико-социальная модель, когда учитывались и медицинские факторы состояния здоровья, и социальные факторы, где человек проживает, с кем, насколько он в обществе инклюзирован, насколько нет, и так далее. Вторая модель ВТЭКовская, это модель социальная. Там учитывались в основном факторы социальные, где проживает человек, есть ли у него, кто будет за ним ухаживать, оказывать содействие и так далее. Сейчас у нас в основном медицинская модель. То есть все показания являются медицинскими на основании нарушений функции организма и как следствие ограничения жизнедеятельности. Есть эти нарушения, есть показания для определения инвалидности. Нет этих нарушений, здесь сейчас процентная шкала, здесь ничего не сделаешь. Еще один звонок. Попрошу вас, короче, задавать вопрос, потому что у нас не так много времени. Как вас зовут? Виктор Васильевич. Да, да, Виктор Васильевич. Вот я хотел и проявить, я по-новому. И мне в 8 МСС отказали за это заполнение на том, что он очень никак инвалидно-пранжута в целях реабилитации. И второе, отказать за это заполнение в целях реабилитации. А то это все противоположных. Бывает, наверное, если сейчас будет так инвалидно-пранжута в целях реабилитации. Как это быть так? Вот если, чтобы не обращался, то несправедно. Спасибо. Виктор Васильевич, немножко плохо было слышно. Да, слышно, вас было плохо. Не расслышала до конца. Поэтому, Виктор Васильевич, прошу тоже мне завтра позвонить. Я постараюсь решить этот вопрос как-то. Бюро 8 у нас, бюро офтальмологического профиля. Там патология зрительного аппарата. Поэтому я думаю, Виктор Васильевич, позвоните мне, пожалуйста. Я постараюсь разобраться. Я буду ждать его звонка завтра. И вот еще такой вопрос. Как контролируется деятельность учреждений медико-социальной экспертизы? Потому что вы работаете с людьми в очень много сложных ситуаций, когда две стороны, может быть, и сталкиваются, не понимают друг друга. У нас есть сложные ситуации. А учитывая специфику нашей деятельности, любой шаг, любое принятое экспертное решение влечет за собой определенные денежные средства. То есть мера социальной защиты гражданину. Поэтому контролирующих органов у нас много. В первую очередь, конечно, контролирующий орган – это Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Это наш учредитель. Просто вот уточните, если что, если клиент, так скажем, недоволен и считает, что специалисты ваши что-то делают не так, ему куда обращаться? Я думаю, в первую очередь к нам. Опять же к вам? В первую очередь надо обращаться к нам в администрацию Главного бюро. Есть руководитель, главный эксперт – это я. Есть заместитель руководителя по экспертной работе Гречкина Елена Александровна. Есть заместитель руководителя по организационно-методической работе Трёкин Сергей Викторович. Все вопросы мы, администрация, готовы, в общем-то, отрешить. По поводу, возвращаясь к контролирующих органам, это Минтрут России. Главный наш экспертный орган, который проверяет все практически наши сейчас экспертные решения, это Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. В Москве. В общем, вы под контролем, у нас вышло время. Спасибо огромное за то, что пришли, ответили на вопросы телезрителей, это очень важно. Спасибо вам за внимание и активность, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова